Это две станции от Троица в Караганде, две станции в Тимиртау, одна в Джесказгане. Мы вот встречаемся с руководителем станции, они говорят, мы будем работать круглые сутки, то есть для создания условий. То есть у нас же сегодня светло же, автомобиль может пройти и в 5 утра, и в 6 утра, и будут работать за исключением Новый год. Я им говорю, а как же Новый год, как же Пасха, они говорят, это не наши праздники. Праздник, вот Новый год, может один день мы дадим выходной, а для удобства населения, чтобы работали именно выходные дни. Сегодня, по нашим данным, опять же, этих данных в УДП нет, но процентов 70 автотранспортных средств вообще не проходят тех, смотрим. Это в дальних аулах, вот эти москвичи, жигули, дедушки, бабушки. Ну что, ехать, да? Допустим, ехать с Ахтарайского района, допустим, ехать в город Балхаш, или, допустим, Сулуталского района, дальнего, там, за 200 километров, ехать в Жасказган, да? Центр это находится, ГАИ-то находится в этих крупных городах, дальше, да, у нас район находится. Вот, поэтому сегодня данным постановлением определен порядок образования мобильных групп. За ними, да, мы будем определять этот район, этот район, допустим, населенные пункты. По согласованию, значит, с местными представителями власти, мы даем объявление в местные СМИ, допустим, это газета, там, ну, Ахтарайского района, допустим, туда даем, пишем, что такого-то числа, допустим, там, 30-го, там, ноября, значит, в таком-то населенном пункте, с такого-то по такому-то времени будет работать, проходить техосмотр для удобства населения. То есть ему с дома вышел, подъехал, сразу автомобиль, все посмотрели, и потом в следующий день, допустим, другой и другой, значит, каждый Аким района, каждый Аким сельского округа получили от нас письма. Сейчас письма приходят, они нам определяют места стоянок. То есть должна быть площадка на 10 машин, ровная площадка и подключение к электроэнергии. То есть вот эта мобильная станция...